Где-то это, я там набрала этот ответ, я подошла, подключила все. Доброе утро. Как бы ухал, я скорее ушел от меня. Камеры все в камеру хранят, за лопатой. Лопатой все в грабли, все вместе идем. Пока вы не начнете, я без вас не буду там работать. Ну тогда давайте мы с вами пообщаемся, а потом посадим подняли. Ну давайте пообщаемся. Поднять подняли. А можно вообще снять ее? Да конечно, сейчас. Это работа накончательная, это рабочая форма. Дим, дешевый медик, в городе поднялась? Нет. Мы решили так, что город нужно убирать не в одном месте. Город нужно убирать там, наверное, где тебе больше всего надо по душе убрать. Я не говорю о том, что мне недорог парк Победы или другие места. Но я считаю, что мы решили, вернее так, разделиться. Кто-то поедет в парк Победы, кто-то в Сибири. А я решил приехать, прийти сюда, потому что я живу здесь рядом, мне нравится этот парк. И я считаю, что его нужно поддерживать, потому что здесь, особенно в летнее время, гуляет очень много мам с маленькими детьми. Я считаю, что этот парк имеет право на существование. И буду стараться здесь навести порядок, чтобы здесь было комфортно для наших жителей. Ну, к сожалению, стал реже бывать. А раньше бывал здесь намного чаще. И вот у меня сегодня задача, это убедить все-таки администрацию города и администрацию парка все-таки запустить фонтан. Это старейший фонтан, самый первый фонтан в городе Омске. Если... Ну, я надеюсь, что мы сегодня решим этот вопрос, и фонтан должен заработать. А какие работы здесь намного? Ну, я так понимаю, что мы сегодня будем высаживать деревья и чистить парковую зону, наводить порядок. Скажите, а вы будете как-то отслеживать, как ваши подчиненные выходили на субботник, не выходили? И тем, кто не нужен принимать какие-то меры? Вы знаете, я уверен, что сегодня все выйдут на субботник. Единственное, кто мог отпроситься, это двое из министров отпросились, но они отработали следующие выходные. Поэтому мы этот выходной, мы выходим в город, а следующие выходные мы и разъезжаем все в область. Каждый министр поедет в определенный район. Мы поделили районы, и я еду в Тюкаринск на следующую субботу, и там буду проводить субботник. А как вы делили? А делили так, наверное, знаете, у каждого есть какое-то немножко, ну, больше желания помочь какому-то району, да? И основная задача была не просто там поехать и поучаствовать, я так понимаю, что и без нас там справиться. Вторая задача это было все-таки то мое поручение о памятниках, памятник победы к Великой Отечественной войне. Мы хотим не просто поучаствовать в субботнике, но и проехать по селам, посмотреть, насколько выполнено мое поручение. Главы администрации именно приведение памятника в то состояние, в котором они должны быть. Это вторая задача, которая поставлена всем работникам аппарата на следующий субботник. Нет, я, наверное, знаете, учитывая мое студенческое прошлое, наверное, много посадил деревьев, трудно будет уже посчитать. Виктор Иванович, а как вот быть с территориями вокруг города? Вот у нас даже поля очень часто мы проезжаем, загрязнены, мусор везде. Вот кто там сможет убрать? Знаете, пока не приведем в соответствии законодательство о том, что закрепление территории, в том числе и за собственниками, я думаю, мы эту проблему не решим. Поэтому этот вопрос мы для себя понимаем, но, к сожалению, федерального законодательства пока нет. Даже вот посмотрите, вот я сейчас шел по улице Маяковского, специально прошел. Убрано от дома всего 5 метров. Понимаете, дальше же территория считается не управляющей компанией. Я считаю, что прежде всего здесь нужно, нужно четко закрепить до дороги управляющей компанией, дорога, город. Вот если пока вот этот не сделаем, так и будем жить в грязи. Ну и вообще, конечно, хотелось бы, чтобы они часами понимали, что ну почему трудно выйти и убрать около дома. Ну главное, конечно же, наверное, не сорить. Вот это задача номер один сегодня, вот провести вот эту вот правовую культуру, вот совместного проживания. Вот, ну, к сожалению, она у нас в очень плохом состоянии сегодня. Я думаю, что вот, пользуясь случаем, хочу всех хамячей призвать и выйти по возможности убрать свой город. Потому что нам здесь жить, нам здесь расти детей и нам здесь, наверное, развиваться и в будущем. А как вы относитесь к мнению тех людей, которые говорят, что субботник это не более чем пропанация и город должен убирать те службы, которые обязаны это делать, а вот выходить людям на эти субботники, собственно говоря, не с чем? Ну, я еще раз говорю, там, знаете, наверное, там комфортно живется, не там, где убирается, а там, где не мусорят. Поэтому, прежде всего, это нужно вот воспитывать ту культуру бытия. А то, что надо или не нужно проводить субботники, вот смотрите, мы за вот эту неделю город вывез только грязи с асфальта, около 700 тонн только грязи вывезено. И эта работа будет продолжаться. Если будет этим заниматься только один город, ну, конечно же, он не справится с тем объемом, который сегодня, ну, наверное, идет загрязнение. В каком объеме идет загрязнение? Поэтому я считаю, что все-таки, даже сегодня, что сделаем, это уже будет маленький плюс. А если таких плюсов будет 10 и 20, соответственно, город будет много тысяч. Виктор, вы сейчас зайдем немножко этим субботником. Скажите, как вы пронесете, если в городе будет введена, введя на долгие седельные, как вообще к этой идее относитесь? Знаете, я вот отношусь к этой идее, наверное, вот спокойно, прежде всего. Потому что я считаю, что главное, чтобы, будь это избранный мэр, пусть это будет сити-менеджер, главное, чтобы человек был заинтересован в том, чтобы город развивался, чтобы человек болел душой за город. Тогда будет независимо, будет это сити-менеджер или мэр города, главное, чтобы было, еще раз говорю, надо пропускать все через себя. Тогда будет понимание и развития города, и наведение порядка. Скажите, к субботнику, как часто вам в повседневной жизни может быть удается заниматься физическими, какие-то загрузки или что-то делать? Ну, сейчас начнется дачный сезон, у меня же дача есть. Там надо сейчас уже начинать, сегодня просто смотрим по риту на дачу, приводить в порядок. Поэтому удается. Спасибо. Спасибо, ребята. Так, запретайте, пожалуйста. Спасибо. Так, а что, мы сегодня всех министров оставили без прессы, все-все прессы здесь? Да мы думали, все с вами будут. Ну что, вот это, ну министры, министры, что эти фанаты? Мы в физик посмотрим, как они работают, да? Да, глупого не в пенсии, да. Слухом забрали что-то. Все же их понимают. Причек надо приготовить только для одного дня, да? Все, ладно. Мы уже готовы принять вас для посадки. Да. Да. В мире говорили, что пока еще... Почему мы решили, говорят, что больше не быть готовы, где нельзя садить? Давайте мы будем говорить, мы просто подойдем к лунку и посмотрим. Почему, давайте же... Я на грамоте сажаюсь. Ну, тут у нас здесь есть ограничения? Да, да, да. Просто у нас снижение ограничено, послушайте. Снега у них нет, земля отошла, мягкая почва. Это вообще, что дерево чем раньше садишь? Ну, чем раньше, это с полным садить. Если раньше совсем, когда почва не отошла, нужно дерево садить с полным. Если только сейчас отошла, почка с дерева, куда-то бухнет, будет уже зеленый. Посмотрите, уже начинает с точки разворачиваться, уже прорезается зеленый лист. То есть дерево готово для посадки, и он их высадит только до того, пока не расстрелся. Поэтому длина будет сажаются. Как садить дерево? Как садить дерево? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот сейчас мы вместе. Значит, здесь мы разместили... Да, да. У нас шесть групп по пять деревьев. То есть в каждой группе определенное дерево, порода дерева. А в третьей группе — брен-астралийский. Ну, проще сказать это канадский, чтобы вы понимали, да? То есть у каждого дерева есть прикорневая шейха. То есть это то место, откуда вниз идут корни у дерева, вверх идет ствол и крона дерева развиваются. То есть корневую шейку закапывать нельзя. И поэтому мы выставляем саженец. Примерно, значит, корневая шейка, вот видите, да, это место. Вот она должна находиться на уровне земли. Значит, закапываем корни, выше делается приствольный круг для того, чтобы, естественно, вода не входила в корни дерева. То есть она не должна растекаться по почве. И поэтому затем делается, сначала закапываем дерево, утрамбовываем ногой, потом делаем приствольный круг, грабельками подровняем и все, выполняем полив. Петр Иванович, проведите мастер-класс для нас. Пожалуйста. Это клен островистный. Я готов. Давайте, берите лопату. Давайте. Дайте мне лопату. Кто-нибудь, пожалуйста. Давайте. Дайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дайте. Всегда. Всегда в жизни бывает, что это первый раз. Мы с ним будем учиться. Вы бы хоть показали лопату правильно. У меня рука дали. Да? Да. Ну, вот тем более, не каждый день придется работать рядом с губернатором, еще и помогать ему. Нет, пожалуйста, давайте каждую субботу приходите сюда, журналисты все, и будем здесь садить, и мы садимся в деревья. Я согласен. Если вы готовы, я знаю. Если вы делаете, что субботу соберемся, вы пойдете в туалет? Нет, я приеду с вами, начну, а потом приеду в туалет, в туалет, в туалет посадим. Нет, я не верю. Нет. 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 Здравствуйте. Микрософт убил, а как это будет притаскиваться? Ну, а как же я буду говорить, что я вместе с губернатором сидела? Ничего себе, я что, не держался за деревья? Я ж держался. Не, подкидывайте, не подкидывайте. Это же только находит. Вот, вот, ребята, чуть-чуть. При пламе клювки так. Демеку, куда сюда надо, чтобы ручку полипать. Нет, нет. Он был равномерный. Я вас здесь не буду. Пустите ребенка. Скажите, а вы посаживайте деревья, а вы потом с первой всех слов подслеживаете? Это сохнет, не высохнет. Конечно, я мог бы сказать, что приезжает, контролирует, проверяет, но не всегда. Вот видите, вот это помощник. Он здесь гуляет, он здесь же и садит. Да, у лопаты держит более профессионально, чем я. Видно, он давно уже садит деревья, лет 10, наверное, 15. Я говорю, профессионально делает все, видите. Скажите, ну вот такой тогда вопрос, если у вас болит рука, а, если здесь такие деревья, то как вообще? Ну я же не колонни говорю, он только вам шепотом сказал, что болит рука. Вы взяли и всем рассказали. Да мы слышали. Это я прочитаю. Пригласили подсматривать, а мы еще подслушали. Да, это я прочитаю. Все, подержите дальше. Ведущий. А вроде сказали, что мы березу садим. Нет, а теперь сказали, что группа же деревьев. Кто сказал, что здесь будем березу? Мы говорили, надо ли накапывать в лунки, да? Представляете, что я в один еще и лунки копал бы. А мне еще один вопрос. Да задавай уже. Это же субботник, это же субботник, да? Нет, это субботник, я же не мог специально на субботник упать на субботу. Ну, у вас же есть дача, вы на дачу едете, да? На дачу работаете? Нет, наверное, работал в колоши, не мог же сюда прикинуть колошку. А дача взять старые колошки и приедут в задавнике. Надо было засесть, сколько минут вы не тратите. Давайте сейчас мы с вами. Субботник. Валат, ну ты-то сказал, что ты садишь уже. Ну тогда продолжим, но ты, главное, одно дерево покажешь на линьках. Подожди, Виктор Иванович, в чём время? Вот два день, за сколько? Ну не надо. Давайте ещё, Виктор Иванович, загоним ещё, да? А потом скажем, ленивый губернатор посадил дерево за целую минуту, хотя должен был посадить за 10 секунд, да? Виктор Иванович, время пошло. Не-не-не, только с вами. Если вы нажмите лопату со мной в месяц, тогда будем достигать время. Время, говорит, пошло. Всё, теперь мы посадим быстро. О, самый главный помощник. Молодец, молодец, настоящий помощник, да? Вот он уже может сказать, что дерево посадил. Осталось теперь долго. Виктор Иванович, не отрывайте от работы, пожалуйста. У меня есть вот этот товарищ. Вы же только что дали обещание, что мы вместе. Да, вместе, я же не говорю, что я не держусь за лопату. Вот так и верь в политику. Нет, у меня есть друг, который мне помогает. Я же с другом здесь. Давай, притаплю. Делаем приспособленный круг. Давайте вот эту лопату сделаем, лопатой престижа. Каждый, это лопат, каждый пеналец должен за лопатой попасть. Вот грабиться не будет, видеть, видеть. Вот ещё один помощник пришёл. Ну, ну, не стесняйся. Здесь вы время ещё отдал такой. Давай, давай. Есть порядки? Давай! Давай! Сколько ты идешь? Нет! Как싸! Всё хорошо. Наташа, мы совершили плод, как инфекционное ведро воды. Она же сюда и дерево посадила. Сюда и дерево даже посадила. Берите все примерно так. Молодец. Ну вот, в общем, усиливаем за 2 минуты одно дерево. А вот если бы копали ямки, сами застуживали, садили. Мне нравится про ямки. Не раз не копали, я не прогоню. Так я не умею. Вот у молодого человека, поучитесь. Он нам все расскажет, как копать, садить ямки, садить ямки, садить ямки. Так, что пошел за садилом?